А, 369? Да, 369 детей. Все, пойдем набирать. Доставка продуктовых корзин многодетным семьям – еще один проект под эгидой общероссийского движения «Мы вместе». В рамках проекта волонтеры доставят 15 тысяч продуктовых наборов. Они собирают их на складе во Владимире и отправляют в районные центры региона. В наборе собраны товары первой необходимости. В пакете гречка, рис, макароны, фасоль, кукуруза – это гуманитарная помощь, которая планируется раздаваться многодетным семьям. Социальные благотворительные организации со всей области сами приезжают с гуманитарной помощью. Сегодня продукты для нуждающихся семей забрали активисты фонда «Надежда», «Вера» и «Любовь». Под их опекой находится около 200 семей в Судогосском районе. Детишки очень довольны, очень ждут раздачи следующей. Все довольны, все очень рады, тем более в такое сложное время. Я думаю, что это очень хорошо повлияет, потому что сейчас, во-первых, такая ситуация, что многие остались без работы, кто-то не работает из-за того, что деток некуда деть. Поэтому сложная ситуация. Активисты благотворительного фонда «Продовольствие Русь» уже 8 лет помогают нуждающимся. С открытия регионального отделения фонда во Владимире не прошло и месяца, но команда добровольцев уже собрана. Анна Медведева – многодетная мама. В свободное время девушка безвозмездно помогает фонду осуществлять благотворительную помощь. Это какой-то такой душевный подъем, помогать людям, которые нуждаются в помощи в этой. Муж помогает. Я сама многодетная, есть маленькие детки. Муж сидит сейчас в данный момент дома с детками, а я здесь тружусь. Руководство фонда уверено, теперь поставка продуктов в районы Владимирской области будет осуществляться еженедельно. Я считаю, что на нашей области очень повезло, что фонд «Продовольствие Русь» открыл здесь свое представительство. Очень важно помогать людям и оказывать им поддержку на постоянной основе, когда это в системе. Когда системная работа, мы тогда увидим результат. Еженедельно на склад регионального представительства «Русь» во Владимире поступает гуманитарная помощь на сумму более 20 миллионов рублей. Это поддержка от федеральных торговых сетей и благотворителей. Сейчас фонду не хватает складских помещений. Активисты надеются, что областная администрация поможет в этом вопросе. Оказать финансовую поддержку благотворительному фонду сможет любой желающий. Григорий Кошкин и Андрей Беляков. Губерния 33.